Министр иностранных дел Польши Гжегаш Схитына сообщил, что не понимает, почему День Победы постоянно отмечается в России. Такое заявление дипломат сделал, отвечая на вопрос в эфире одной из радиостанций. Так, Схитына прокомментировал идею президента Польши Бронислава Комаровского, который планирует отметить 70-ю годовщину окончания Второй мировой войны в Европе. На торжества планируется пригласить лидеров стран Старого Света 8 мая на полуостров вблизи Польского Гданьска, где 1 сентября 1939 года и началась Вторая мировая. Ранее Схитына заявлял, концлагерь в Освенцим якобы освобождали украинцы, так как операция проводилась силами Первого Украинского фронта. Эти высказывания дипломата вызвали возмущение не только в нашей стране, но и на Западе. Это неестественно, что годовщину окончания войны отмечают там, где она началась. Почему все с такой легкостью привыкли к тому, что именно Москва стала местом чествования окончания войны, а не Лондон или Берлин, к примеру? Там это было бы даже более естественно. Югорчане не оставили эти факты без внимания и ждали министра иностранных дел Польши Гжего Схитыну в гости. Местом встречи на территории округа представители Союза добровольцев России предложили сделать психоневрологические диспансеры. Встречающие делегации с плакатами «Твое место здесь, пан Схитына» на всякий случай стояли в Нижневартовске, Ханты-Мансийске и Сургуте. Впрочем, иностранный гость так и не приехал. Инициаторы битвы за Москву, именно так называлась акция, говорят, что их появление на улицах – дело чести. Министр иностранных дел Польши наверняка забыл, что больше полумиллиона советских солдат погибло за Польшу, освобождая ее. Я внук человека, который участвовал в этих событиях. Мы здесь для того, чтобы отстаивать нашу историю. В конце концов, на могилу наших дедов сейчас очень демонстративно плюют. Продолжение следует...